У нас есть тут принятие. Голосатель. Не надо, не показывайте меня, не показывайте меня. Так, кто-то у меня спросил, долго ли на губах держится отек от гиалуронки. У всех по-разному. Ну, у кого два, у кого четыре дня. Все по-разному. По поводу куни-кунилингуса. Ну, вообще, я же, вы же знаете. Ну, если мужик не лижет, значит, не любит девки. Так что вы в курсе должны быть. Ты такая красивая, спасибо. Просто я сейчас лежу, у меня складки на шее, как у Шарпея. С Дамшу я познакомилась на телеканале «Пятница». Я у нее снималась. Вот мы и подружились. Курю ждете. Когда вы вообще хуй на что-либо забиваете, особенно на мужика, вообще жизнь становится намного лучше и круче. Ну, главное, чтобы мужик на вас потом тоже хуй не забил. То есть такие мстительные. Мне идут очки, примерно, да. Не особо они идут. Что убрать кульцы Венеры? Ну, я делала по молодости лет биоревитализацию. Все время шеи и декольте. Потом сейчас делала армирование нитками. Потом я колола ботекс. Сейчас я буду делать опять же нити. Но до этого я делаю фрактуру. У меня ушли эти морщинки. Ну, слушайте, если мужчина не готов попробовать вам полизать, значит, он хуевый мужик. Не знаю, девочки. Мне кажется, что мальчики уже начинают лизать уже девочкам с 15 лет. Слушайте, а это не ниже вашего достоинства, не знаю, сосать. Вы тоже можете сказать, типа, ой, это меня вот так унижает, что я тебе писью сосу. И не сосите. Ой, при чем здесь гиалуронка от алкоголя выходит? Гиалуронка от наркотиков и от кокаина и от этого, от травы уходит. Быстро. В чем здесь сигареты? Когда сосёте тоже много уходит. Быстро. Тебя когда-нибудь критиковала твоя подруга тебе в лицо? Зачем это делать, чтобы понизить? Ой, слушайте, меня все критикуют подруги, мамы и родственники. Мне вообще абсолютно похуй. Я поморозок. Да, мы с мужем вместе пьем, вместе отходники ловим, вместе на уколы ездим. В общем-то у нас все вместе. У меня подружки говорят, ты на нас хуй забила, а я говорю, у меня муж такой, блядь, как подружка моя. Нам вообще весело. Девочки, как избавиться от пятен и от прыщей? Это либо глубокие очень пилинги химические, либо лазер. Ну, это, блядь, такая неприятная процедура. Но если вы молоды, начинайте сейчас. Главное, чтобы правильно сделали. Девочки, у меня он был не... у меня чуть-чуть было здесь под кожей. У меня же еще тут отек идет, еще на конца не рассосался. У меня жира тут не было никогда. Если у вас очень жирный подбородок, это липолитики колоть надо. И смотреть, ну жир возвращается, только липосакциям, либо лазером шлифовать. Если у вас жирное лицо, то лучше, сильно жирное, то лучше липосакцию делать, вам не помогут липолитики. Липолитики только чуть-чуть, там, сантиметровую прослойку жира уберут. Если мужик предложил пожить отдельно, значит, он вас посылает автоматически, нахуй, да, пап? Ну, он, типа, хочет с вами разъехаться и вообще никаких больше отношений не иметь. Это кожа, нити собирают кожу. Вот так, видите, у меня вот здесь подтянулось лицо. Жир нити не убирает. Если муж классный, тебе спокойно жить и скучно, блин, я не знаю. Ну, я не знаю, может, найди какое-то себе хобби на какое-то занятие, пойди учись. Займись чем-то, понимаешь? Просто, если скучно, пойди работай, если не работаешь. Просто, если ты хорошего мужика потеряешь, ты... А второй подбородок. Девочки, надо все смотреть, я вас не вижу. Понимаете, вы еще можете так сфотографироваться, что вы, блядь, типа, идеальные. Но вы видите меня и вдоль, и поперек, я все время фотографируюсь. Видите, да, у меня чуть-чуть, он пошел, пошло провисание. Но я как бы уже, а молода была, уже не молода. Но, видите, у меня натянулось. У меня даже аж губы вывернулись от этого. Девочки, если у мужика есть телка, и он встречается и с вами, и с этой телкой, он... Ну, это ненормально, шлите этого мужика нахер. Если вы хотите серьезных отношений. Если просто поебушек, то трахайтесь с ним. Девочки, вот девушка пишет, что, типа, после двух свиданий парень сказал, что умная, красивая, но искры нет. Ну, он сказал, что, типа, химии нету, и вы сексуально его не возбуждаете. Конечно, у вас самооценка понизилась, но представьте, у вас не может быть с каждым мужчиной, с которым вы сидите, на него искры. Вот вы себя вспомните, вот сидите, идете на свидание, блядь, у вас всех мужиков искры, и вы прям со всеми готовы переспать, что ли? Ну, это бред, это, значит, вы нимфоманка, и у вас что-то очень странное. А по поводу того, что он был честный, он же не потрахался с тобой, сказал, ой, ты знаешь, у нас искры нету. Вот это было бы обидно, вот вообще не в кайф. Девочки, аппарат Альтера, он хорошо работает по шею, по шее, по овалу лица. Но, вы знаете, он лучше подходит возрастным пациентам 45+, будем так говорить, 45 лет будет виден. Я вам скажу, на мне фрактура не очень сильно видна, мне просто нравится, что он еще кожу делает такую более гладкую, поры сужает, кожу сокращает. Но на мне такого пиздец, вау-вау-вау, эффекта не будет, как на людях там 45-50 лет, вот у них будет круто вообще, охуенчик. Сколько у меня в губах? У меня здесь 0,5, пол шприца в верхней губе. Интимная пластика вообще супер, супер вещь. Я на самом деле себе качала губы нижние своей жиром. Но, кстати, жир там рассосался очень быстро. Я говорю своему мужу, что говорю, блядь, я говорю, зря я делала. Ну, кстати, интимная пластика это не больно. И, кстати, очень много есть, опять же, боди-тайдом, этим аппаратом, что делают фрактуру. Делают и внутри вагинальную штучку всю эту. Сужают влагалище. И фрактуры тоже по половым губам делают. Ну, по малым. И малые половые губы тоже сокращают. Сокращают тоже охуительные результаты. За пару процедур, даже если у кого-то там были такие не очень-то красивые, очень-то большие, прям до колена, то тоже сокращаются очень сильно. Но, в принципе, мне подружки говорили, что кто убрал половые губы и резал, потом не такой кайф. Ну, не столько много удовольствия. Так что этим аппаратом фрактуры по интимной пластике вы можете тоже воспользоваться. Ну, это крутая вещь, но если вы рожали, то аппараты вам не помогут. Там только уже идет интимная такая серьезная пластика, все поднимают. Ой, я не знаю... Ну, вы знаете, если девушкам не нравится, как им лижут, значит, мужчина не умеет лизать. Ну, конечно, есть, наверное, ты... Вот, знаете, есть такие девушки тоже, наверное, которые сосут, и мужик говорит, мне не нравится, как ты сосешь, не соси. Где будете... Мы будем с семьей встречать Новый год. Мы... Это семейный праздник. В общем-то, мы будем с родственниками у нас, блядь. Променад две недели. В общем-то, люди будут отдыхать, получать удовольствие, а мы будем развлекать наших родных и близких. Такую оправу вы можете купить в любом переходе Москвы, блядь. Там, где метро. Это у меня самые обычные очки, я вообще не заморачиваюсь, потому что я их теряю. Я считаю себя... Знаете, если вы считаете себя очень умной, очень красивой, либо включайте дуру, дуру, либо, может быть, пересмотрите, ну, как бы, на себя свои внешние данные, может, вы ходите, как-то смотрите на людей. Мама, да, мамулька часто. Так. Слушайте, вот вы знаете, я на самом деле тоже сегодня думала, меняется ли жизнь изменить фамилию. Вот я никогда не меняла свою фамилию. Мне очень страшно менять свою фамилию, потому что, я думаю, вдруг моя фамилия Фартова, другая мне просто не пойдет по звездам какие-то там буквы будут. Надо, в общем-то, узнать все, просчитать, прочесть. Не знаю, не знаю еще, правда. О, слушайте, я всегда любила уколы, и я просто на игле. Нет, я была брюнеткой, это когда мне было, наверное, лет 16. Я была брюнеткой. Я была брюнеткой, и такой прям прикольной брюнеткой. Ой, у меня аж чулочка встала. Вау, у меня такая челка. Сейчас я ее... Так. Сколько мне лет? Мне много лет, на самом деле. Тут просто я скажу, что вы сейчас начнете писать, что я старуха, хуюха. Так что не дождетесь. Пусть... Насколько я выгляжу, я выгляжу на 25, наверное, в реальной жизни. Пусть все думают, что мне 25. Ой, стоит посещать тренинги личностного роста. Слушайте, я личностного роста не посещаю. Я посещаю марафоны и какие-то прикольные... Вот с Лерой я сейчас на ракете. Ракета мечты, достижения целей, всего. Если я не делюсь, то что? Что ты ей можешь предложить? Если ты сказала, я пройду, я работаю, ничего не поступить. Это должно быть сейчас, если я не могу. Слушайте, дочь будет все равно лучше, чем вы, и не обязательно она должна быть мнительной. Вы просто сами должны поработать над своей самооценкой, мнением и всем остальным. Если вы будете мнительной, ну, это вам надо со своей головой работать, потому что женщина, она же... Все равно дети очень много всего перенимают. Ой, я не уверен, что курение на что-то, блядь, влияет. Ой, ну муж кормит их, поет, любит собачек. Я же сказала, девочки, в переходе метро, блядь, там вот такие оправы продаются в любом количестве, в любых цветах. Слушайте, ну, мужчина, если не женится, а просто вас балует деньгами, значит, он просто откупается от вас. Мужчина, который действительно хочет жениться, он будет... он вас никуда не отпустит. Это просто... он же не будет вами просто... Ну, порядочный мужчина, он же не будет просто пользоваться женщиной. Он будет либо давать деньги, ну, это правильный мужик, но неправильный может обмануть любую бабу, скажи, я на тебе женюсь, будет лапшу на уши вешать и не женится, и будет бесплатно ебаться. Баба думает, ой, я ему даю, он же типа мой муж будущий, он типа в таком. ключи. Привет, привет Украине. Жирное лицо. Жирное лицо у вас, что ли, жирное лицо? Я в интернете познакомилась с мужем. Так, что делать сразу? Слушайте, ну, в молодых есть своя прелесть, в старых своя прелесть, понимаете? Тут, какого мужчину вы хотите, с каким вам интересно, с каким вам по кайфу, это же все зависит, вот есть, девочки любят только своих одногодок, они не рассматривают мужчин, есть женщины, которые любят младше себя мужчин, а есть женщины, которые любят старше себя. Это, вы понимаете, я же не могу советовать с кем вам по кайфу, может, вам я скажу, а вы скажите, мне не подходит если мужик не хочет давать деньги и говорит, работать нельзя, что делать? Ну, в принципе, если мужик и ни то, ни другое, ты скажи, если ты не будешь мне давать такую-то сумму, я пойду работать. Если он после этого не даст денег, иди работай и шли нахуй, и ищи другого мужика, а как это он денег тебе не даст? Ой, вы знаете, я Лобковского терпеть не могу, долбоеб старый. Где собачки? Собачки на местах муж их отучил, слава богу, от кровати. Потому что он сказал, потому что они, у меня же собаки, между нами всегда ложились посередине, вот так вот еще любили лапами отодвигать, чтобы мы отодвигались друг от друга. Они такие, блин, у меня ревнивые. Ой, девочки, ну я вам сказала про комбьки Беша. Во-первых, я вам скажу честно, липолитики это для эконом-варианта людей. Вообще лучше всего сделать липосакцию лица и не удалять никакие мешки. Просто мы иногда ржем, комбьки Беша это две маленьких штучки. Вот такие, а некоторые субмамарные мешки жировые, блядь, вот отсюда даже людям выдирают, понимаете. А мешки, они вот здесь, вот эти Беша. У меня они не удалены. Я бы никогда бы не пошла... А, я хотела один раз удалить эти мешки Беша, а потом, слава Богу, остановилась. Я начала смотреть, как выглядят люди, кто удаляет мешки Беша. и у них вот эти нижние вот эти брыльи, они как бы как бульдожье лицо получается, бульдожье мордочка. И, в принципе, если ставить это, надо сразу фиксировать лицо. А лучше всего сделать липосакцию. Мне вообще очень... У меня небольшие губы, у меня на самом деле в жизни в два раза меньше. Если мужик на всем экономит, может, у него денег нету. Ой, ну, по поводу марихуаны, ну, в принципе, я бы не рекомендовала, особенно для нашей страны, марихуану, потому что у нас было бы очень много наркоманов. Слушайте, ну, я очень рано начала колоть филеры и собой заниматься, так что мне похер. 18 рано, не 18. 15... Я уже в 15 лет, я вам скажу честно, я никого не слушала, ни маму, ни папу, блядь, у меня было свое мнение. Как уговорить сделать парня куни? Ну, это, блядь, не знаю, это видео могут выложить, поэтому не могу рассказать вам подробно. знаете, очень много мужчин выпивает, смотря как он выпивает. Ребят, я не могу вас посылать на аборты, это вам только решать, быть с этим человеком или не быть, это правда. нет, 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 если вы ушли от одного мужика к другому, и, блядь, это узнал, ну, тот мужчина, ну, как бы, нет, не вздумайте возвращаться, он будет вас всегда упрекать, и он будет все время думать, что вы уйдете, и отношения будут херовые. Нет, ни в коем случае не уходить к бывшему мужчине, от которого вы уже ушли. Ой, спасибо, что счастье, удачи, что я другая с мужем. Девочки, это всем как удобно, понимаете, есть мужчины, которые там как бы женщинам дают все и говорят, сори, малышка там, типа, я не могу на тебе жениться, просто, некоторые чуваки боятся большие деньги делить там, типа, вот они такие какие-то ярдовые миллионеры там, или он дофига, он там готов купить квартиру, машину, цацки, но не готов там с вами бизнес делить, это одно, есть такие мужики, в принципе, это нормально, но если вы как бы молодые и вам вы просто живете с чуваком из-за того, что просто живете с ним на одной территории, но это без вариантов, это не надо делать, уже лучше тогда с подружкой жить. вы знаете, девочки, мужчины, мужчины и без брака меняются, все меняются, понимаешь? нет, я не делала лазерную шлифовку влагалища, хотя мой муж кричит, что Оксана Макуха, хорошо, слушайте, не делала, но я еще раз повторюсь, девочки, если вы рожали, то лазерная шлифовка влагалища подойдет только девочкам, которые не рожали, а если вы рожали, это как мертвому припарка, это будут зря выкинутые деньги. Слушайте, ну если муж не хочет идти к косметологу, ему что сделать, убедите, идите с ним в роли игры, просто затащите его в косметологию, там потихонечку начинаете, не заставляете, потому что мужчины, когда их заставляешь, они не хотят. Можно ли назвать девушку из шлюха, если она не встречается с партнером, но спит с ним, блядь, я не знаю, что вы имеете в виду, причем здесь шлюхи и все остальное. Я делала ювидерм в губы, я уже ответила на вопрос по поводу отдельно пожить. С семейной парой мы не встречаемся. слушайте, во-первых, мой любимый видел все мои ролики до знакомства со мной, вот эти, когда я матерюсь, как сапожник, в принципе, его не остановило. маникюрный магазин. нет, девочки, если вы выносите мужикам мозг, ну, я не знаю, это плохо или хорошо. Вов, хорошо мужикам выносить мозг или нет? а почему? Вы знаете, девочки, я никогда не выношу мозг. Вов, я выношу мозг. Мой муж говорит, что я иногда выношу мозг, но я говорю, что я вообще, блядь, не выношу его никогда. Нет, ну, когда он на меня долго очень наезжает, я могу хайку свою такую включить, что он бедный десятый угол ищет, но он тоже может так на меня орать, что не дай бог, стены тоже сотрясаются. У меня мотива в груди, так, импланты мотива стоит, блядь, кто-то пишет, поехали в сауну с моим мужем, сосите своему мужу сами, так, так, деньги слушайте, но вы знаете, это очень странно, что мужик работать не разрешает и не дает вам деньги, я бы ушла от этого мужика, нахуй он вообще нужен, с писькой со своей, только, а кто с ним спит, а она дома сидит и с ним спит, когда он приезжает. Боже, я не могла, могу понять, у кого-то там дети еще. Девочки, дважды в одну воду не войдешь, вот поверьте мне, моему опыту, сколько ты раз нельзя возвращаться, это самая плохая идея в жизни, которая может быть. хорошо, так, слушайте, ну девочки, ну если хочется, делайте пластику груди, не хочется, не делайте, это каждого человека выбор, понимаете, я же не могу сказать, вот все делаете, и я делать буду. Девочки, если вы колите ботокс, если вы ставите филеры в лицо, никакого массажа лица нельзя. Девочки, есть очень хорошие врачи и в регионах, смотря сколько человек сделал операции, понимаете, есть и в регионах люди с золотыми руками, но не в глубинке, понимаете, но очень далеко, глубоко, мне кажется, мало таких врачей хороших, но они есть. подписчики перестанут узнавать, им очень будет непривычно видеть меня в темном цвете, я не могу уходить, ну, не могу переходить в темный цвет. ну, девочки, есть такие люди, которые любят дома сидеть и ничего не делать, и мужиков у мужиков вам ебучий случай. Дуру включить, это быть такой девочкой дурочкой, знаете, как не от мира сего. Ну, девочки, если мужчина работает где-то в правоохранительных органах, то будьте бдительны, блядовать вы с ним точно не сможете, либо по голове вам надает. Так что, если у вас серьезные к нему намерения, переезжайте, если не серьезные, зачем вам он нужен тогда? Слушайте, я не знаю, сколько стоит интимная пластика, но она не должна быть супер дорогой, я думаю, в районе 150 тысяч. Я не думаю, что там интимная пластика, плюс она вообще безболезненная. Если кто-то боится, там вообще не больно, что самое интересное. Из депрессии пейте больше витамина D, если есть возможность на солнце, спорт, это самое такое, как бы, ешьте вкусняшку. Слушайте, я использую интимную косметику, если мне надо, у меня дома куча всего есть. Мать потрепана, дома валяюсь, поэтому потрепана. блядь, какие-то ап... с блядь, я Так, привет Америке, привет. Оксана под коксом. Привет, Оксаночка. Ты чего не спишь? В Иркутске там вроде бы больше времени, чем у нас. Сколько раз в день сексом занимаемся? Минимум два раза. Каждый день. Блядь, ну челки, вот челки, вот я вам хочу сказать, если вы в уши ебетесь, в глаза ебетесь, или хотите меня подъебать, полимеры ставите вы и вашу маму, блядь, в регионах. Я всю жизнь ставила гиалуронку, когда шприц стоил от 700 от 800 долларов. Это где-то 50-60 тысяч рублей я платила за шприц. У меня в 18 лет уже были такие бабки. И когда вы пытаетесь меня подъебнуть, что у меня полимер, ну это надо быть полными лохудрами, лохушками, или конченными какими-то провинциалками, которые могут такую хуйню написать. Вот реально. У меня всегда самые топовые, самые дорогие врачи, самые дорогие препараты стоят. Если бы я колола что-то, нечто, то, как бы, вы понимаете, я бы смотрелась, как жертвы пластики по российскому телевидению. У меня вообще ничего не видно в обычной жизни. Мария. Выпадают волосы, высокий пролактин, нашли кисту в голове, не могу лечение назначить для волос. А дело тут такое, очень плохое, пролактин. Если нашли кисту в голове, это вообще очень плохо. Наверное, вам назначили Достинекс, сидите на Достинексе, и обязательно вам должны правильную дозировку назначить. Меня, например, от Достинекса очень сильно трясло. И волосы росли не в тех местах, в которых надо, а на голове был плохой. В принципе, у вас может быть еще снижено железо. Мне врач-эндокринолог сказал, что железо. И я могу сказать, что я колола сейчас Лайнек. Я так думаю, что из-за этого у меня инсулин в норму пришел. У меня тоже был очень такой высокий гормон инсулина. И у меня пролактин на 150 этих упал. Вы ничего не сделаете, пока будет гормональная терапия, ничего не получится. Ну, девочки, ну идите в какие-то организации крутые, работайте. Там хорошие мужчины. Вы можете на работе нормального мужчину встретить для жизни, для семьи. В клубах и в ресторанах вы их не встретите. Ну, на самом деле, очень редко вы можете там познакомиться в обеденное время. К вечеру мужики уже ничего не хотят. Они уже домой бегут, либо они уже с какими-то бабами списались. Так, Маш, как если есть другая телка? Девочки, я не знаю, я никогда не делила другого мужчину с другой женщиной. И для меня это непонятно. Девочки, если вы предали своего мужчину, значит, это было на тот момент так надо. Вот вам так надо. Боже, а что у меня здесь делают какие-то неадекватные... Что у меня здесь делают какие-то неадекватные мужчины, 7-месячные, абортные, блин, я не могу понять. У меня должны быть одни девочки в эфире. А тут какие-то еще абортированные мужики выскакивают, блядь. Мама не... Папа не хотела, мама не старалась или как-то там наоборот, говорится. Я вообще не понимаю, может, заходить к другой женщине в эфир. Тут одни бабы общаются, а он какую-то еще хуйню пишет. Пошел бы лучше порнушку посмотрел, лысого бы погонял, подрочил бы себе. Хоть настроение бы поднял. Сидит у меня тут в эфире. Какой мне типаж мужчин нравится. Как мой муж мне нравится. Муж, типаж мужчины. Какой типаж мужчины мне нравится. Не знаю, девочки. Я никогда не думала о типаже, потому что я никогда не любила, мне кажется, бородатых там, о каких-то спортсменах. У меня дома очень темно. У меня вечно такой будуар в квартире. Слушайте, честно вам скажу, честно, вот прям. Честно, у меня не было никогда типажа мужчины, чтобы я увидела и сказала, вот, это мой мужчина. Меня очень сильно цепляют мужские мозги, как он себя ведет, как он смотрит, как он на меня смотрит. Там должно, блядь, куча всего быть. Ой, блядь, вы столько много пишете, я даже не успеваю это читать. У меня на самом деле 700 человек в эфире. От липосакции на лице, я думаю, нет, не останется шрамов. Ой, я что-то не знаю, а, вот, не переключила. Девочки, я вам могу сказать, если вы ушли, лучше не возвращаться, понимаете? Мужчины, когда предательство не прощают, он может, знаете, как специально вас вернуть, а потом послать опять вас нафиг. Это специально он может это сделать, как бы самоутвердиться. Мужчина очень злобный. Если вы его отвергли, ушли, и это ему очень больно внутри, он даже вас простит поначалу. Но потом этот червяк его съест очень сильно. По поводу сейчас мужчин. Мужчины, как бы, как сказать, даже очень богатые, очень богатые. Не все берут даже полностью ответственность за обеспечение женщин. Вот если раньше они могли там покупать от машин, блядь, до прокладок, то сейчас, как бы, это все очень-очень скромно. Я еще, конечно, застала те времена, куда у мужков было по пять, по десять любовниц, и всем они, блядь, дарили одинаковое количество. Каждой, там, жене, любовницам, по часам, ну, как бы, никто им был не в обиде. То сейчас, как бы, тенденции с каждым годом все меняются, меняются. И мне очень сложно, конечно же, на Ютьюбе записать... Ну, мне не сложно, мне надо собрать информацию и написать на Ютьюбе, опять же, новые ролики для нового мира, для нового взгляда. Я не могу писать, как многие, лишь бы написать. У меня проблемы еще с режиссерами. Мне надо очень режиссера хорошего найти, который именно действительно документальное кино снимает. Либо кто умеет снимать интервью, и именно там режиссер монтажа, все. Это, как бы, очень сложно, на самом деле. Я думаю, что на следующий год я запишу. Нет, я не занимаюсь спортом. Мы с мужем не любим спорт. Мы вообще не фанатики его. Гуляем иногда по улицам. Он не любит попадать в эфиры. Он говорит, что его гладит. Он вообще... Он не хочет быть публичным. Слушайте, линзы я относила в своем раннем возрасте. И, в общем-то, не хочу носить. Так что я вас всех обнимаю. Целую, скоро выйду. Цвет волос, как мои корни. У меня темно-рус, семерка. Семерка-шестерка. Все, люблю вас, мои пупсики.